Теорема Бернистона Кей. Пусть есть квадратная матрица А размером n на n. Рассмотрим так называемые характеристические многочлены. То есть, возьмем переменную λ, λ умножим на единичную матрицу, то есть напишем просто диагональ λ, 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 лям, все остальные нули, и вычтем матрус А. Определитель называется характеристический многочлен. Теорема утверждает, что b от а равно μ. Давайте сначала введем обозначение. Базис нашего пространства будет в В1, В2, В1. Дальше. Матрицу элементов будет нам означать А, К, М. К это номер строки, М это номер столца. Дальше. То, от чего двигаться здесь определите. Давайте обозначим b от t. И я сейчас не буду доказывать. Но в любом изучении определителей из этого не проходит. Есть такая заключительная теорема. Произведение матрицы из лалгиброрических дополнений на саму матрицу. Это диагональная матрица, где на диагонали стоит определитель матрицы B. Так, вот здесь начнется еще что-то лалгиброрическое дополнение. Если вас интересует в этой матрице элемент, стоящий на месте К, М, то нужно поднять местами К, М, вырезать карты столбец и М-ную строку. Здесь это было в кадрике на временном столбце, а наоборот, вырезаем карты столбец и М-ную строку. Берем матрицу матрицы, которая у нас осталась, и умножаем на минус единственные степень капуста. Такие вот элементы. И на всякий случай, когда матрица 2 на 2, B это A, B, C, D, здесь D минус B минус C минус A. И есть признак. Ну, в общем-то, почти все уже сделано. Смотрите, мы вот в это равенство можем вместо D подставлять, применить что угодно, потому что это тожество. Здесь какая-то матрица, ну, какие-то многочлены от D, здесь матрица, какие-то многочлены от D, ну, и вот, и это верно для любой переменной D. Давайте определим произведение D и E в такой форме. Сумма, К, А, И, Ц, Д, А, М, К, Д, И, В, К, Д. Для любителей стопности это как звучит. Мы рассматриваем тензорное произведение кольца многочленов от одной переменной на векторное пространство. Ну, тензорное произведение на поле, на которую все это предназначено. И рассматриваем линейное отображение из этого тензорного произведения в, собственно, векторное пространство, заданное на базисе вот так. Так что это вполне имеет управляющий смысл. И сейчас посмотрим, как же выглядит вот такая матрица от столбца V1, V2 и предалие V1. Ну, смотрите, V, T, просто сначала V, T. Это T, E, A. По правилам умножения матриц считаем. T, V1, минус A, 1, 1, но T, V1 приходит вот отсюда, а и дальше просто элемент матрица. Соображаем, что мы ровно так, чтобы здесь был ноль, вводили действие T. Поэтому это просто столбец и нули. Значит, можно перейти вот к этой нижней строке. Если взять матрицу, которую все время это нули, кроме P от T, P от T на диагональ, и применить это к столбцу V2, P2, P2, V2, то у нас получается вот такая штука. А значит, V2, T надо считать от всех нулей. Ну, мы можем получать от нули. Так, что мы получили? Мы получили, что P от T на любом векторе это ноль. Теперь осталось понять, как связаны T и A. Если вы вспомните, как определяется, в принципе, действие матрицы на векторах, и как определяется действие матрицы на координатах, то вы поймете, что на самом деле мы доказали равенство для трансформированной матрицы A. То есть T действует так же, как на векторном пространстве действует трансформированная матрица. Но мы доказали, что P от T это ноль. Значит, P от трансформированной матрицы это ноль. Но ноль и ноль трансформированные это одно и то же. Значит, две трансформированные это получение, что P от A это ноль. Для тех, кто не очень понял, почему здесь трансформированные ничто, давайте я просто выпишу формулы, как, собственно, действует матрица на векторах и как она действует на координатах. Если умножать матрицу размену 1 на 3, ну и вирушую группу Psi n, покупать варианты все, чтобы для любого этажа на столбец, то, как известно, строка на столбец. Вот формула, да? Если вектор с координатами X1, так далее, Xn переходит в вектор с координатами X1, так далее, Xn, то формула вот такая. Отлично. А что происходит с самими базисными векторами? Вот смотрите. Что такое A от V1? Это A умножить на а. Ну, A это вектор, амата, если не что-то переписывать, умножить на вектор 1, 0, 0. То есть здесь пишется, здесь множество, здесь 0, ты получаешь, что такое? A1, 1, A2, 1, A2, 1. То есть A1, 1, V1 плюс A2, 1, V2 плюс A2, 1, V3. Замечательно. Точно так же для второго века надо умножить на 0, 1, 0 и для третьего века. Получается следующее. Значит, A, V1, A, V2 и A, V3 получаются умножениями самой матрицы, а транспонированной на эти самые векторы. Ну, и, собственно, и нам все равно. Нам все равно. Потому что, хоть мы и для матрицы доказали, что многочлены от нее равен, что для экспонирования доказали, что многочлены от нее равен. Все равно, при переходе к экспонированию, равенство нулевой матрицы сохранится. Мы только что разобрали доказательство тронно-абстрактное теоремы Валильтона Келли. Оно было замечательное тем, что практически ничего не требовало. То есть, мы, конечно, должны были знать эту великую формулу про умножение матрицы на матрицу изделого волнепричных дополнений, которое здесь вверху написано. И, по сути, кроме этого ничего не надо было. Сейчас чуть-чуть больше потребуется, поэтому доказательство, которое здесь изложено, я чуть меньше люблю, чем предыдущее. Но, на самом деле, тоже не так уж и много. Смотрите. Мы говорим простую вещь. Для переменной лябда рассмотрим матрицу, если проищите дополнение. И тогда, где В – это хортистический микрочлен, получим вот такое вот равенство. Ен – это матрица, как мы знаем, единичная, то есть по диагонали единицы и все остальные нули. Заметим, что вот эта вот матрица, где наибольшая возможная степень лябда – это лябда и лябда – лябда и лябда – лябда. И поэтому можно расписать это в виде какой-то постоянной матрицы и плюс ц1 лябда, ц2 лябда в квадрате, и так далее, вплоть до ц1 успеха, лябда в 1 успехе. И вот это вот произведение, мы сейчас так подробно расписали вот эту вторую скобку, первую страницу, это произведение – это вот и есть диагональная матрица. Отлично. Перемножаем. Заметите, это равенство имеет смысл, как равенство многочленов. То есть мы считаем, что лябда – это переменная, и умножаем просто на просто вот сколько на сколько. При этом нигде а и с мы не переставляли. Дело в том, что, в принципе, мы же не знаем эти с, они коммунируются или не коммунируют. Мы все время писали а, слева, а, ц. Единичная матрица коммунирует с чем угодно, поэтому все хорошо. Отлично, списали. А теперь смотрите. Мы получили диагональную матрицу. Причем, вы от лямбда умножить на енное, когда распишем по степеням лямбда, у нас же будут диагональные матрицы, которые будут одно и тоже. То есть, когда вы берете, где лямбда вообще нет, то будет какая-то матрица, в которой на диагонали все элементы одинаковые, и все стороны нулей. Там лямбда в первой степени, то же самое, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вот эти вот коэффициенты и лямбда, это на самом деле матрицы пропорциональные и единичные. А поэтому они с чем угодно коммутируют? А если они с чем угодно коммутируют, то можно вместо лямбда поставить матрицу А. Как только вы ее подставите, вы обнаруживаете замечательную вещь. Вы обнаруживаете, что у нас просто-напросто ноль. Так, может быть, я здесь плохо написал, я здесь везде написал А справа, а совсем понятнее становится, если я написал А слева. Но, как я уже сказал, они все равно гнутят. Поэтому, да, конечно, вы улучшились вот это А в минус первой поставить вперед, А в н поставить вперед, А в минус второй вперед. Но, повторяю, это не важно. Они все равно гнутят. Вот. И все. И все. Раскрыли скобки, видно, что получается одно. То есть, вот здесь, вот, например, смотрите, А в н-ный цель минус первая с минусом, и здесь А в н-ный цель минус первая с минусом. Здесь вот у нас есть Цель минус 2, А в степени n минус 1, да? Ну, прекрасно. Так и здесь тоже самое. Ну, если А в степени писать, то следует.